Я хочу просто начать с того, что у нас часто декларировали. Есть такой кинорежиссер Кончаловский, который говорит о том, что в России есть люди, но нет граждан. Вы знаете, ситуация в протестиве лично и у нас есть люди у нас в стране, но нет именно того гражданского отношения ко всем этим процессам, которые, к сожалению, имеют место в нашей стране. У нас есть высказывания отдельных людей, но нет реальной позиции. Я хочу сказать, что у нас было неудобно, что у нас было неудобно. У нас есть островки благополучия, красивой жизни, но основная масса наших людей остается бедной, за чертой бедности. К сожалению, я еще раз констатирую, это как раз-таки видно по всей нашей общей массе людей, живущих в Архайске. Час наших чиновников и представителей власти ведут себя как персонаж басни Крылова, по прыгуне с пекоза, которая летом пела, а затем, когда пришла зима, вне зависимости от ее желания, стала просто хуже жить. В настоящее время у нас на сегодняшний день, если посмотреть на эту ситуацию, то это коснулось одного, как говорится, предположим, насекомого и в частности короткого времени. А у нас многие чиновники и многие власть держащие поют песни, поют всякого рода небылицы, рассказывают басни о том, что в стране стало жить лучше. Но в нашем же случае живут отдельно, взятые, я еще раз говорю, слои, часть небольшого, как общество наших людей, а остальная масса, как была нищая, так практически остается в том же положении. И этот результат, я не сомневаюсь, что в целом скажется буквально через некоторое время, на всех мы вместе взяли, и кто хорошо живет, и кто плохо живет. Вот, что касается наших встреч, я буду кратко. Вот, последняя была в Будаутах встреча представителей власти с активным районом. После наших поездок организовываются встречные, так называемые, дела, потом и обсуждаются все наши действия. Я просил всех представителей администрации, в Аченчирах, в ГАЛ, то есть в Будаутах, я непосредственно говорил с Мальдер, я говорю, если у вас есть желание, слушайте, говорить об этих проблемах, то давайте вместе, я могу один приехать вместе с вами, сидеть и обсуждать эти темы. Но у нас коллектив достаточно большой, мне не позволят одному тоже, я надеюсь, есть, и у нас есть, что сказать в присутствии тех, кто обсуждает эти проблемы. Теперь, когда говорят о том, что Леонид Лагербаев вступает, говорил о том, что, видите ли, нужно все-таки предупреждать людей, которые готовятся к такого рода встрече. Я хочу вас заведомить. Мы заведомо заранее направляем письма в адрес всех глав администраций. Мы просим и говорим о том, что мы присутствовали, участвовали в этих собраниях всех представителей чиновничьих структур. На это единственное, кто ответил, это представители города Аченчира. Независимо от того, что они там говорили. Но они, начиная от главы администрации, сидели на этой встрече. Да, была, кажется, достаточно жесткая позиция наших людей, была ответная реакция этих людей, которые присутствовали в Аченчире. Но, хотелось бы, чтобы такая реакция, мы могли бы говорить в открытую, не говорить уже после того, как мы разъедемся, а говорить здесь, на месте. Теперь, что касается так называемых открытых диалогов с властью. После Аченчирской встречи, я еще раз на камеру, чтобы это было известно, заявляю, я лично просил Абхазское телевидение, его руководство, организовать прямой эфир с любым представителем той стороны, которые выступали после наших встреч в Аченчира. Уже третья неделя этого эфира, как ни было, так и нет. Надеюсь, после сегодняшнего моего разговора с руководителем телевидения Абхазии, на четверг планируется такая возможность проведения такого эфира. И последнее. Я часто слышу в Адресе, и нас, и непосредственно меня, о том, что Я вас всех заверяю, говорю это именно в своем городе, где я родился. У меня нет никаких действий к тому, чтобы именно торваться до президентского места. Я так же, как и многие другие, забочен быть ситуацией, которая сложилась в стране. Я не родился ни тем, ни другим чиновникам. Я простой, обычный, такой же, как и вы, гражданин своей страны. И я хочу, чтобы в этой стране было так же хорошо, как организация, как и... Теперь, что касается реальной ситуации, по части, касающейся экономических тем, и двух вопросов, которые заботит наш народ. Я коротко назову вещи своими именами, чтобы не было никаких голослов и потом, как говорится, о пройдержении. По городу Творчал, какие суммы, какие проекты должны были быть реализованы за период 2010-2012 год, то есть три года. Это Творчаловский хлебзавод, сумма которых составила по комплексному плану 76 миллионов. Творчаловский хлебзавод, отделение родовсломожения и гинекологии Творчаловской ЦРБ, это комплексный план заложен, 50 миллионов рублей. Общеобразовательные учреждения, два объекта, прямо в комплексном плане, как написано, на 1150 мест, 63 миллиона. Оснащение образовательных учреждений, то есть закупка, комплектование линистического кабинета, 17 миллионов. Творчаловский дворец культуры, 40 миллионов при площади 1915 квадратных метров на 420 мест. Творчаловский стадион, 2,9 миллиона рублей. Творчаловская спортивная школа, 35 миллионов рублей. Творчаловский плавательный бассейн в комплексном плане, вот за эти три года, то, что было представлено, 50 миллионов рублей, 1295 квадратных метров.